Яркие краски и мистика преображения. Здесь открыты двери в любой мир и за минуту можно оказаться даже в космосе. Фестиваль анимационных фильмов Крок привез в Ярославль запас короткометражных фильмов из 37 стран. В этом году на конкурс были поданы около 900 заявок. Организаторы говорят, у молодых художников интерес к фестивалю и к России растет с каждым годом. Хотят увидеть Россию. И Ярославль это то место, которое, мне кажется, это квинтэссенция российской культуры, души, истории, традиций. Мы не можем воспитывать только на торговле, только на бизнесе, только на банках. Мы должны душу вынашивать и ее культивировать. А воспитывать душу нужно с раннего детства. Руководствуясь этим принципом, ярославские аниматоры в рамках международного биеннале создали фестиваль анимаций Горошина для самых маленьких мультипликаторов. У нас в Ярославле единственный центр анимационного творчества «Перспектива», и в нем занимаются более трех тысяч детей. И среди них маленьких детей от трех до восьми лет, наверное, половина. И, естественно, этим детям хочется показывать свое кино на большом экране. Лучших юных аниматоров наградили именитые режиссеры и преподаватели в ГИКа. Но и сами малыши в этот день побывали в роли судей. Они просмотрели 20 короткометражных мультфильмов и голосованием выбрали лучшие. Также детей ждали мастер-классы от иностранных аниматоров. Маник Рено уверена, чтобы дети могли передать свою доброту в искусстве, они должны сделать мультфильм руками. Сейчас очень много делается на компьютере, и дети не понимают. Они не видят, как это создается. Когда мы делаем это вживую, то становится понятна технология. Это очень важно для детей. Важно понимать, как создается мультфильм. Наш город стал конечной точкой в маршруте международного биеннале. Торжественную церемонию закрытия посетил и губернатор Сергей Ястребов. В анимации нет границ, нет национальности, нет возраста. Есть сплошная любовь, и любовь открытая, честная, от которой думается дух захватывает. Вот с этим надо жить и двигаться. И тогда все остальные проблемы, которые вокруг нас происходят, они будут как по-другому. Вот вместе с этой ребятней происходить мяч. Вот они улыбаются. Ярославские аниматоры надеются, что проведение крока станет для нашего города традицией. Наталья Парфентьева, Александр Кужели, Алексей Белов. День в событиях.